Захотелось перечитать Франца Кавку. Тольяттинский театр юного зрителя Дилижанс привез на фестиваль Волготеатральная необычный экспериментальный спектакль «Превращение». Итак, Волготеатральная, день пятый. С вами Мариана Мирная. Экзистенциальная метаморфоза. Человек превращается в жука. Как это возможно, спросите вы. С трудом отвечу вам я. Актеры, преодолевая физические особенности человеческого организма, вживаются в образы и зритель абсолютно верит всему происходящему. Хочется сделать все четко, чтобы спектакль прошел хорошо и возымел то значение, которое он имеет дома на зрителя. С аллегорией, с метафорой гораздо еще интереснее и смешнее. Франц Кавка – это писатель особый. У него особая такая мрачная атмосфера, экзистенциальный ализм. И вот это все мы пытались передать через пластику, через музыку. И поэтому у нас не психологический такой обычный спектакль, а пластический скорее. Самарская публика всегда считалась искушенной. Удивить ее сложно, но возможно, уверен художественный руководитель театра Виктор Мартынов. Количество великолепных спектаклей фестиваля зашкаливает и бороться с волнением становится все сложнее. В этом году очень сильная программа фестиваля, поэтому достаточно страшно самим выступать. И очень ответственно. Потому что действительно, что ни день, то сюрприз. Абсурд и фантастика. Музыка шнитки, невероятный грим и пластическая подача кавки. Абсолютная фантасмагория. Уже с первых минут зрители понимают, что ничего не понимают. Но потом настолько втягиваются в происходящее на сцене, что будто бы и сами превращаются в нечто. Одним словом, к экспериментам на театральном поприще самарцы не только готовы, но и поддерживают. Отношусь очень хорошо к театральным экспериментам, потому что, опять-таки, что-то новое, не затертое, как говорится. Классику мы уже смотрели и раньше, в других театрах и здесь тоже. Хочется, конечно, какой-то новой вени. Время идет вперед, поэтому и хочется что-то новое увидеть. Я знаю только содержание. Я не могу подробно вам рассказать именно о кавке. Просто интересно посмотреть. Я почитала в интернете содержание и хочется увидеть своими глазами. Последний в этом году выпуск дневника фестиваля «Волготеатральный» смотрите в понедельник. Я расскажу вам, как прошло закрытие праздника и кто получил заветные статуэтки. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин